Основана Охтинская казенная дача была в начале 15 века, а впервые отмежевана уже под названием Дача Охтинских военных поселений в ходе Ингерманландского межевания в 1748 году. По плану 1833 года на территории массива было проведено первое в России лесоустройство. 22 марта 1902 года массив получил статус учебного леса, перейдя к Санкт-Петербургскому лесному институту. А 20 октября 1922 года ему было присвоено наименование учебно-опытное хозяйство. Далее площадь массива понемногу сокращалась и к 1970 году составила 1111 гектаров. В 1978 году в состав Охтинского лесхоза была передана часть территории Всеволожского парка лесхоза площадью 618,9 гектаров. Площадь лесхоза составила 1729 гектаров. При этом было организовано два учебных лесничества. В северной части лесхоза Жерновская площадью 924 гектара, в южной Кудровская площадью 805 гектаров. До этого деления на лесничество лесхоз не имел. В 2009 году в связи со строительством кольцевой автодороги, 3,1 гектара лесопарка было переведено в земли промышленного назначения. В 20 веке через лесопарк Охтинским лесхозом было проложено более 20 километров лесоустроительных просек и прорыто более 10 километров осушительных канав. В 1980-е годы в лесопарке было организовано 90 кварталов. Средняя площадь квартала составила 19 гектаров. Площадь Ржевского лесопарка примерно равна суммарной площади Васильского и Петроградского островов. Рядом с кольцевой автодорогой территории лесопарка находится памятник погибшим в авиакатастрофе 29 мая 1985 года. Ржевский лесопарк является зоной рекреации для большого числа горожан, подверженной сильному замузыриванию.